Ну вот сейчас материал, который мы уже анонсировали. Печальная новость. Сегодня в центре Москвы погиб Александр Белявский. Удивительный актер, который ведь даже из Фокса сделал не то чтобы любимца, конечно, но фигуру. Ему было 80 лет, но, к сожалению, речь идет именно о гибели. При не вполне понятных обстоятельствах актер выпал из окна собственного дома. Продолжит Илья Филиппов. Соседи Александра Борисовича обнаружили его лежащим на асфальте возле собственного подъезда в тихом дворике на Большом Тишинском переулке. А дед актер был по-домашнему, поэтому жители дома сразу подумали, что наверняка Белявский выпал из окна. Ну и женщина проходила какая-то, мы не знаем. Она закричала, а мы... Вот. Она побежала домой, стала вызывать там милицию, скорую. А то жена подбежала его. Врачи и полиция приехали быстро. Медики констатировали смерть. Издалека было видно, что в подъезде распахнуты два окна на уровне третьего этажа и пятого. Предположительная причина его смерти – падение с высоты. Предполагаемое место падения – окно подъезда дома с пятого этажа. Предполагаем, что причиной явилось самоубийство. Случайно или нарочно, еще придется выяснять. Известно, что на пятом этаже была найдена трость Белявского, а жил он с семьей на третьем. Причем это не окна его квартиры, они вообще на другую сторону. Но соседи говорят, что актер имел привычку выходить на общую лестницу и смотреть в окно в ожидании возвращения жены или дочери. Он не мог выпрыгнуть. Он мог только выпрыгнуть. Вот так, наверное. Александр Борисович перенес инсульт еще в 2003-м, почти сразу после рождения дочери. Он с упорством старался восстановиться, а в мае отпраздновал свое 80-летие. Александра Белявского, некогда выпускника Щукинского училища, мастерская Этуша, конечно, знают в большей степени как актера кино. Огромная фильмография, яркие роли в фильмах 60-х, «Иду на грозу», «Июльский дождь», роль капитана Павлова в «Польском 4 танкиста и собака», роль ведущего в телевизионном «Кабачке 13 стульев». Но почти у всех имя Белявского ассоциируется с кличкой «Фокс». Из Говорухинского место встречи изменить нельзя. Жалко, я тебя тогда, щенка, не шлепнул. Пошел. Красавец-мужчина, высокий, эффектный. Почему-то большая часть режиссеров его видела в отрицательных ролях. Вот и вследствие ведут знатоки. Он снова негодяй. Хотя помнят все и знаменитую баню в Рязановской иронии судьбы, где встретились, выпили и поехали в аэропорт. Железная логика, железная логика. Где вместо Павлика на Ленинградский новогодний рейс отнесли полуживого Женю Лукашина. Куда у меня нищет, навстречу твоему счастью. Он был мужчиной. У него, все-таки в нем были польские, вероятно, крови. Он обязательно пропускал женщин за вперед. Всегда подавал ей руку, целовал руку. И вообще был любимец женщин и был женщинами любимым. А там, где не было видно статной внешности актера, был слышен его великолепный голос. Озвученный Белявским и Жан-Поль Бельмондо, и Пьер Ришар, и Луи де Финесс, и Бенни Хилл, и герой итальянского спрута, роковой мужчина Микеле Плачеда. Он же комиссар Катани. Помните обо мне. Я разыщу вас хоть на краю света. Лето обычный Александр Борисович проводил у себя на даче под Звенигородом. А 1 сентября он вернулся к себе на Большой Тишинский. Дочка пошла в школу. Сегодня, так считают соседи, он сделал все как обычно. Вышел из квартиры, чтобы видеть в окно, как его любимые девочки, жена и дочь, возвращаются домой. Илья Филиппов, Станислав Плетников. Вести в субботу.